Субтитры сделал DimaTorzok Теперь же я хочу рассказать вам о всевозможных режимах этой игры, о их назначении и особенностях. Напоминаю, что смотреть надо в нижнюю часть экрана. Тут у нас расположены кнопки перехода, как раз к этим самым режимам. И давайте по порядку слева направо я начну свой разбор. Первая кнопка отвечает за переход к пяти разным дейликам. И давайте поподробнее о каждом из них. Самый левый это место фарма билетов для прокачки уровня оператора. То есть помимо производства на базе, вы можете их получить в добротном количестве также и здесь. Только стоит понимать, что все эти ежедневные задания будут требовать с вас санити. А его надо тратить с умом, если только вы не жесткий донатер. Данный дейлик доступен вам каждый день и в отличии от того же Азурлейна, подобные ежедневные задания можно фармить столько, насколько вам хватит санити. Тогда как в Азурке вы ограничены не только днями, когда подобные дейлики открыты, но и количеством возможных заходов в них. Если говорить более детально об этом ежедневном задании, то тут как и у всех них есть свои особенности. Например здесь главная особенность заключается в том, что очки стоимости развертывания, они же DP, о которых я рассказывал в прошлом видео, автоматически не восстанавливаются. Зато за убийство каждого противника вам дают одно такое очко. То есть вам тут потребуются в первую очередь авангарды, которые имеют низкую стоимость развертывания и обладают умениями, которые могут докинуть вам этих самых DP. Не забывайте кстати пользоваться планами, чтобы впустую не сливать санити. Также стоит отметить, что тут последовательно увеличивается сложность и необходимое количество санити за прохождение. Но соразмерно этому увеличивается и количество, и качество выдаваемых вам билетов опыта. Думаю это логично. Следующий дейлик доступен по понедельникам, четвергам, субботам и воскресеньям. Хочу напомнить, что в Аркнайтсе день обновляется в 14.00 по московскому времени. То есть у вас может быть на часах например 12.00 ну скажем во вторник. Но этот дейлик будет вам еще доступен, потому что игра живет по американскому времени. В этом ежедневном задании фармится валюта, которую я назвал просто красные билеты. Но официально они несут название «Ваучеры в магазин». Прежде чем рассказать о особенностях этого ежедневного задания, я бы хотел показать, где эти самые ваучеры необходимо тратить. Для этого из главного меню переходим в магазин. Далее выбираем вкладку «Сертификат». И вот, третья сверху позиция, это и есть то место, где эти самые билеты можно сливать. Как вы видите, тут есть даже двое операторов, которые можно получить только здесь. О их полезности я говорить не буду. Я просто купил по одному разу и того и другого в коллекцию. Потому что тут есть более важные вещи. И самое главное из них, это вот этот катализатор чипов. Если вы помните мое видео про базу, а точнее вторую часть, то там я рассказывал о фабриках, на которых можно крафтить золотые чипы, необходимые для лимитбрейков операторов. Так вот, помимо определенных классовых чипов фиолетовой рарности, им нужен еще и катализатор, который можно на постоянке получить только в этом магазине. А еще как награду в ивентах. Также тут есть токены, которые являются заменой заточки оператора. Если вы еще помните мое второе видео, то там я рассказывал о том, что операторов можно затачивать повторками. Но еще существуют вот эти универсальные токены, которые являются заменой повторок. Но нужно их много. Например, вот, чтобы всего один раз повысить потенциал оператора Сидж, необходимо 4 токена соответствующего ей класса Авангард. А теперь посмотрите цену в магазине только за один такой токен. А продается их тут всего 4 штуки. Как раз на одно улучшение потенциала. И что самое главное, этот магазин практически не обновляется. Было, по-моему, только одно обновление. И цена все же очень кусачья. И дальше я вам расскажу почему. Итак, куда тратить эти билеты мы узнали. Теперь давайте посмотрим на сам Дейлик. Тут также 5 этапов. И главной особенностью этих карт является то, что ваши операторы постепенно теряют здоровье. То есть нужны операторы класса медик, либо дефендеры, которые умеют лечить. Это довольно сложные локации, особенно для новичка. Поэтому я вновь напоминаю о практике. И вот давайте я пройду один раз самую сложную операцию этого Дейлика. Тут стоит отметить отдельно, что помимо постоянной потери здоровья, сложность вызывают ребята с мортирами, которые кидают снаряды в оператора, который был выставлен на поле боя последним. Так что их лучше всего быстро выносить каким-нибудь операторам класса Авангард или Гуард с небольшой стоимостью развертывания. Вот она победа. И сколько мы получили красных билетов? Всего от 20 до 22? А сколько там надо на один токен для шестизвездочного оператора? 720? То есть за 30 санити вы получаете в среднем 20 красных билетов. То есть вам надо, чтобы купить только один токен, слить около 1000 санити. В общем, эта возможность не для пролетариев. Переходим к уже третьему Дейлику, который открыт по понедельникам, средам, пятницам и субботам. Тут вы можете фармить необходимые ресурсы для строительства базы. И я вам очень советую, если вы играете недавно, в первую очередь идти в этот Дейлик, чтобы максимально быстро отстроить себе базу своей мечты. Потому что, по сути, после того, как вы закончите ее строительство, этот Дейлик вам будет больше не нужен. Основной особенностью тут является то, что враги обладают более высоким показателем защиты от физических атак. Поэтому необходимо использовать операторов класса кастер или других операторов с высоким магическим уроном. То есть, по сути, можно использовать дефендеров, чтобы держать противников, в то время как кастеры будут их разносить. В принципе, тут все. Следом у нас идет ежедневное задание, которое открыто по вторникам, средам, пятницам и воскресеньям. Этот Дейлик позволяет фармить книжки, которые необходимы для прокачки умений операторов. Так что вы сюда будете очень часто заглядывать, если активно улучшаете скиллы оперов. Основная особенность тут заключается в том, что тут нет позиций под размещение операторов класса Авангард, Гуард и Дефендер. То есть, вам придется полагаться только на урон снайперов, кастеров и саппортов. И не забываем также про медиков, которые должны будут их выхиливать. Особенно обратите свое внимание на снайперов с большим радиусом атаки, потому что они смогут с безопасного расстояния дамажить очень жирных дронов. И последний вид Дейликов в этом режиме открыт по вторникам, пятницам, субботам и воскресеньям. Он позволяет вам фармить синие кредиты. Или по-простому, бабло. Основная особенность тут в том, что очки стоимости развертывания очень медленно восполняются. Поэтому вам снова необходимы Авангарды, которые будут генерировать эти самые очки. Также обратите внимание на то, что тут нет возвышенностей. Но все равно, операторы классов снайпер, кастер, саппорт и медики могут выставляться и преграждать путь противникам. Но лучше все же этого не допускать. Пускай привычно держат врагов Дефендеры, Гуарды и Авангарды. Ну что же, с этим режимом все. Переходим к следующему, который называется чипы. И думаю, вы уже должны догадаться, для чего нам нужен этот раздел. Здесь мы можем фармить чипы, необходимые для лимитбрейка операторов. В принципе, они все между собой идентичны. Разница только в получаемых чипах и поле боя, которое предполагает использование как раз тех классов операторов, на которые вы хотите получить чипы. Например, вот тут написано, что если вы будете использовать операторов класса Авангард и Саппорт, то вы сможете без труда пройти эту локацию. Стоит, правда, напомнить, что в первой операции каждых из этих дейликов можно достать только чипы с синей уникальности, а во второй только фиолетовой. А для получения золотых необходимо крафтить их на фабриках с использованием чипов фиолетовой рарности и катализаторов, о которых я рассказывал выше. Еще я обращаю ваше внимание на то, что падают тут по два вида чипов в каждой операции. Например, вы хотите получить чипы только для операторов класса Авангард, а падают, как назло, чипы на саппортов. Тогда можно либо попытаться проходить, пока не выпадет то, что вы хотите, либо пойти на базу, а там в цех. И в определенной вкладке можно из трех ненужных, например, вам чипов саппортов, сделать два чипа для Авангардов. Ну и в принципе тут все. Не хочу на самом деле на каждом из этих дейликов заострять сильно внимание. Особенно на том, по каким дням они открыты. Вообще, вы можете просто посмотреть вот сюда. Тут будет подсвечен день, который идет сейчас. И посмотреть в нижнюю часть фрейма каждого ежедневного задания. И таким образом определять, по каким дням они будут открыты. И следующий. Очень важный для нас всех режим аннигиляция. Почему важный? А потому, что тут можно фармить красный орундум. Учимся называть правильно. А он, я напоминаю, необходим для гачи. Данный режим еженедельный. Точнее, количество зарабатываемого орундума в этом режиме обновляется раз в неделю в понедельник. Максимальное количество зарабатываемого орундума отображено в нижнем левом углу экрана. А над ним и время до следующего еженедельного обновления. Естественно, так как тут можно фармить валюту для гачи, то этот режим является одним из самых сложных. Особенно, если вы новичок. Тут необходимо применять различных операторов. И есть великое множество тактик для прохождения аннигиляций. Тут есть пока что 4 локации, которые последовательно усложняются. Самая простая из них называется Чернобок. А если мы нажмем снизу справа кнопку, то мы сможем увидеть все 4 доступные на данный момент локации. Причем вот эти 3 в игре постоянно. А вот недавно добавленная, самая сложная из них аннигиляция через примерно полтора месяца будет заменена на другую. Тут же можно и быстро переходить от одной аннигиляции к другой. Основной особенностью этих локаций является то, что очки стоимости развертывания сами собой вообще не восполняются. Поэтому без авангардов, которые могут их давать, тут вообще никак. Также, думаю, стоит наиболее подробно рассказать о том, почему надо как можно быстрее проходить аннигиляции. Давайте снова обратим внимание на левый нижний угол. Как вы видите, справа отображено количество максимального орундума, которое я могу получить за эту неделю. А слева, сколько я уже получил. То есть на этой неделе я от аннигиляции уже получил максимум. Но, если вы новичок, или вы еще не прошли все 4 аннигиляции, то вы сейчас должны обратить внимание, что вы сами можете получить далеко не 1800 орундума с аннигиляции, как это у меня. Почему же это так? А потому что одной из наград за прохождение аннигиляции является как раз увеличение этого самого максимального значения. Для этого, чтобы это узнать, необходимо нажать на саму эту полоску. У меня, конечно, практически ничего не видно, так как я уже все тут выполнил. Но я попросил скрину одного товарища, который еще не прошел до конца 4 аннигиляцию. Как вы видите, тут отображены задания, которые необходимо проходить для увеличения порогового значения зарабатываемого орундума в этом режиме. Еще вы могли обратить внимание, что почему-то в этом режиме нет практики. Неужели надо идти вслепую и сливать санити? Ну, не совсем так. У этого режима на этот счет есть своя особенность. Давайте для пояснения я нажму на вот эту кнопку, и мы увидим таблицу, которая нам показывает то, сколько санити нам вернется и сколько орундума мы получим, если мы полностью пройдем локацию или же проиграем или вообще убежим с поля боя при определенном достигнутом значении уничтоженных противников. Стоит, правда, сразу оговориться, что если вы вообще закроете игру во время прохождения аннигиляции, то попытка засчитана вообще не будет. То есть, если вы видите, что сейчас проиграете, то можете просто закрыть игру, и как будто ничего и не было. Для примера представим ситуацию. Вы проиграли и уничтожили больше 100, но меньше 200 противников. Тогда вам вернут 17 санити и дадут около 80 орундума. То есть, таким образом, несмотря на то, что мы не уничтожили максимальные 400 плюс противников, мы получили кое-какую награду. И вот тут внимательные зрители могли бы спросить, а зачем тогда вообще пытаться уничтожать максимальное количество противников? А ответ на этот вопрос кроется в кнопке левее. Она показывает нам одноразовые награды за достижение необходимого количества уничтоженных противников. А также, самое главное, не забываем, что для достижения максимального зарабатываемого орундума также необходимо полностью проходить локации. То есть, уничтожать всех противников и никого не пропускать. Также, ввиду этого, хотелось бы дать совет. Не забывайте брать с собой оператора, которого вы можете одолжить у своих друзей, чтобы хотя бы получить все одноразовые награды и максимально расширить вот эту полоску. Конечно, вы не сможете ввиду этого фармить аннигиляцию на авто, но лучше уж ручками каждый раз проходить, чем лишаться дополнительного орундума. В общем, этот режим очень важен и необходимо его проходить как можно быстрее, потому что, естественно, чем быстрее вы расширите полоску до максимальных сейчас 1800, тем больше орундума каждая неделя будет вам приносить. И последний режим, который я хочу лишь затронуть, это контракты. Сейчас этот режим представляет мало ценностей, потому что он сезонный. Вроде как уже точно подтвердили, что новый сезон должен наступить где-то в конце мая. Скорее всего, я буду проводить стрим по этому поводу, поэтому более наглядно вы сможете тогда с ним и познакомиться на моем канале. Сейчас же я могу сказать только то, что этот режим еще более сложный, чем аннигиляция. По сути, это челлендж-режим, который проверяет игрока, его тактики и его операторов и заслуженно вознаграждает не только какими-нибудь расходуемыми ресурсами, а уникальными наградами, например, скинами на операторов. К слову, скоро можно будет здесь получить уникальный скин на Биг Пайп, так что не пропускайте новый сезон. Основой этого режима являются либо дебафы ваших операторов, либо бафы противников. Например, вот сейчас можно пройти, скажем так, тренировочный контракт, и видно, что чем больше мы выбираем так называемых угроз, тем больше растет уровень угрозы, что в свою очередь увеличивает сложность прохождения, но и тем самым будет больше награда. В общем, сейчас очень сложно наглядно вам продемонстрировать этот режим. Необходимо подождать новый сезон. Фух, и на этом, я думаю, стоит закончить с обучением. Если вдруг я не затронул какие-то моменты по основам Арк Найтса, то напишите об этом. Возможно, я выпущу дополнительное видео, где освещу что-то, о чем необходимо дорассказать. В будущем, я думаю, начать делать обзоры на операторов или возможно разобрать сюжет этой игры. Ну а с вашей стороны я прошу поддержки в виде комментариев, чтобы я понимал, что вы действительно этого ждете. Обязательно предлагайте также еще идеи для новых видео. И не забудьте подписаться на канал, нажать колокольчик, поставить большой палец вверх и обязательно приходить на мои стримы, где мы с вами и встретимся. Всем спасибо за просмотр и удачных вам игр! Субтитры сделал DimaTorzok